В эфире программа Диалог. Здравствуйте, меня зовут Дарья Давыдова. Сегодня гость нашей студии Дмитрий Нечапуренко, председатель региональной ассоциации ТОС Югры. И затронем мы с ним сегодня вопросы межевания Сургута. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте, Дарья. Сегодня в нашем городе началась такая комплексная работа по межеванию. Межевание, к сожалению, это тема, которая тянется в нашем муниципалитете уже не одно десятилетие. Какие же в основном сложности возникали, которые вот этого межевания касаются? Ну, вы знаете, действительно, тема межевания, это очень важная и горячая, и важная в первую очередь для жителей. К сожалению, не все жители этого не понимают и недостаточно активно принимают в этом участие. А потом, когда у них возникают вопросы какого-то бытового характера, нужно решить вопросы территории или своего дома, то они натыкаются на отказ, потому что они не приняли участие тогда, когда надо в этом вопросе. И вот это вот рождает, наверное, раздражение какое-то и, может быть, где-то даже недоверие к власти. А источник-то лежит непосредственно в нас. И я, как председатель территориального общественного самоуправления, знаю это точно, и мы активно участвуем в межевании своей территории. Межевание — это не просто распределение вот этой земли. И здесь важно, чтобы не возложить на жителей много, но и в то же время не додать им того участка земли, на которое бы они хотели располагать какими-то вещами, управлять этой территорией. Но есть такие моменты, как, допустим, внутриквартальные проезды. Он вроде бы рядом с домом, вроде бы как бы это преддомовая территория. И администрация настаивает на том, чтобы отдать эту территорию жителям. Но надо сразу понимать, отдав эту территорию жителям, уборка этой территории, содержание этой территории будет также возложено на плечи жителей. И вот здесь вот жителям надо активно включиться и сказать о том, что, ребят, нет, вы не правы, вот эта территория, через нее весь город ездит. Или эта территория ведет к социальному объекту, это школа, садик, больница и так далее. И обслуживать ее все-таки, наверное, будет справедливо, если администрация из бюджета города. Для этого у нас сегодня проводятся публичные слушания. По-моему, 20 проектов администрация предлагает для рассмотрения. И все, ну не все, но много тех проектов, которые вот я, допустим, видел, они действительно распределены таким образом, что практически все территории принадлежат жителям. То есть коснется вопрос ремонта, ямочного ремонта или другого характера ремонта, установления шлагбаумов и так далее, жители сразу наткнутся на то, что отремонтировать это придется им за свой счет. Насколько вообще эффективен инструмент публичных слушаний? Кто оповещает людей о том, что эти публичные слушания пройдут, когда они пройдут, где они пройдут? И может быть, насколько вообще велика информированность, на ваш взгляд, населения нашего? Почему надо прийти и принять участие в этих вопросах межевания? Вы знаете, действительно, это слабо развитое. Единственное, что я могу сказать, это что, конечно, через территориальное общественное самоуправление доводится информация. Также информация висит на сайте администрации Думы города. Просто вопрос, ходит ли кто-то на эти сайты. Вот я, допустим, даже как общественник, достаточно редко это делаю, потому что когда вот прям уже нужно решить вопрос, не знаю, не могу добиться информации ни от кого. То есть, скорее всего, она, конечно, опубликована. Это федеральное законодательство, оно регулирует это. А так, вообще, конечно, жители недостаточно информированы. Никаких информационных объявлений и так далее мы не наблюдаем. Хотя они вешаются, но вы знаете, вот есть учреждение, муниципальное казино учреждение «Наш город». Оно, в принципе, охватывает большую часть города и оно старается развесить эти объявления. Но, с другой стороны, есть управляющие компании, где дворники ходят и обдирают. И вот вопрос, как жителю все-таки понять, когда его вопрос будет, даже если он хочет, при том, что у нас тех, кто хочет, как мы знаем, достаточно мало. Насколько эффективен вот институт публичных слушаний? Конечно, он эффективен. Конечно, там присутствуют непосредственно исполнители этой работы. Где мы, как жители, вот в моем случае, вот мы сейчас отстаивали интересы микрорайона А, это улица Дзержинского, отчетная сторона. Те проезды, которые мы посчитали целесообразно оставить на балансе администрации, размежевать таким образом, чтобы поставить на кадастровый учет, и отвечала за это администрация, мы их выделили. Мы сказали, что, уважаемые коллеги, здесь вот надо оставить вот этот проезд, вот этот вот проезд, потому что это детский сад, потому что это школа и так далее. Они принимают во внимание, безусловно. Я не могу сказать, что публичные слушания решают все ваши вопросы. Нет, конечно, они выслушают ваше мнение. Они примут это во внимание, но после публичных слушаний еще есть экспертное сообщество, которое рассматривает это. У них комиссия в администрации заседает. Там и депутаты, и представители градостроительного департамента и так далее. Они смотрят те предложения, которые мы, как жители, внесли на целесообразность. Естественно, существует такая вероятность, что во внимание какие-то моменты не примутся. Но нужно пользоваться всеми инструментами, потому что после заключения этого экспертного сообщества, после опубликования решения, единственный вариант будет отстоять свою территорию, это только через суд. Но через суд мы понимаем, что, опять же, нужна первая инициатива, второе средства, третье... Время? Время, да. Вы упомянули Дзержинского микрорайон. А, как вы говорили, удалось отстоять интересы. А в чем конкретно заключалась там ситуация? Ну, вы знаете, там есть один дом. Ну, он не один на самом деле, но тот дом, который активно высказывал свое мнение мне на протяжении долгого периода времени, так как у меня рядышком территориальное общественное самоуправление. Я знаю проблематику, в принципе, всего вот этого вот района Дзержинского. Дом, придомовая территория у него большая, а сзади дома проезд вот прям непосредственно к детскому саду. Этот проезд, я не знаю, уже, наверное, лет 20, нерем, и там как будто бы после войны дорога вот такого плана. Так что скорость не превышала. Да, да, зимой еще как-то, а вот в летний период эта вода стоит постоянно, это колдобины, даже люди, у кого там повыше, кроссоверы, там джипы, да, какие-то машины с трудом там могут проехать. А дорога достаточно социально значимая. Во-первых, к детскому саду, во-вторых, она проездная через микрорайон, то есть жителям удобнее выехать на улицу Кукуевицкого, допустим, со своего дома. И вот жители говорят, мы не будем ремонтировать, мы не будем ремонтировать, потому что мы ей не пользуемся. Она взади нашего дома. Я понимаю еще, когда территория преддомовая впереди. У нас здесь и входы в подъезды, и детские площадки, инфраструктура какая-то, которая обеспечивает жизнь возле дома. А взади люди сказали однозначно, мы не будем. И я смотрю на плане межевания именно эта территория, и она также и осталась отмежевана, что это преддомовая. Естественно, я совместно с еще несколькими жителями этого микрорайона об этом сказал председателю публичных слушаний, я об этом сказал представителям департамента, которые разрабатывали план межевания, проект этот межевания. И это принято во внимание. Я жду сегодня заключения, чтобы также жителям рассказать о том, что добились мы своего результата, или все-таки нам придется другим путем идти, более сложным. Не хотелось бы. Хотелось бы все-таки, чтобы партнерство жителей с властью, оно вот состоялось. В этом плане большая роль, это воля политическая власти. А что там была за история с гостиницей? Тоже помнится. Мне где-то на улице Дзержинского. Да, это тоже такая яркая история. История была на улице Дзержинского. Это непосредственно территория территориального общественного самоуправления возрождения, которое я возглавляю. И получается пристроены к дому Дзержинского 1 павильоны торговые. Их несколько там. Собственник у этих павильонов вышел с инициативы в администрацию о том, чтобы расширить свою площадь и для того, чтобы построить там гостиницу. Многоэтажная гостиница. Это не один, не два этажа. Это там в районе 70 этажей было. То есть ему надо было расширить территорию и получить, собственно, разрешение для строительства. Большой плюс территориальных общественных самоуправлений, хочу обратить внимание, в том, что такие инициативы, вот таких вот предпринимателей, они не обходят нас стороной, вот общественность непосредственно активистов. Потому что администрация нас информирует о том, что к нам пришла инициатива, если есть предложения, пожелания, просим вас. Мы провели общее собрание собственников этого дома и близлежащих домов. Проблема заключалась в том, что сетка застройки этого микрорайона достаточно плотная. Это старый микрорайон города. Люди уже давно живут, фонд устоявшийся и так далее. Конечно, аргументы жителей были какие. Во-первых, это сваи будут забивать, будут трещины по домам идти, будет шум. А после того, когда эта гостиница построится, это парковочные места, их там нет. Рядом сити-центр, большая гостиница, которая, я так думаю, удовлетворяет потребности вот в этой части города. Зачем настраивать их так много? Парковочные места, это культура поведения наших клиентов, это рестораны, бары. По-любому мы понимаем, что будут, потому что зарабатывать предприниматель хочет. И с протоколом общего собрания мы вышли на публичные слушания, опять же. На публичных слушания я представлял интересы этого дома. Мои предложения были учтены. И потом на стадии согласования этого именно отказа мы также с активистами контролировали, чтобы, мало ли, мы же понимаем, да, всякое может случиться на стадии процесса непосредственно. И мы довели до логического конца. Был отказ, было предложено, может быть, в другой части города, где-то, может быть, за городом территория. Но жители остались довольны, остались спокойны в этой части, все хорошо. Но это хорошо, когда жители могут прийти к единому мнению, здесь оно, в общем-то, было такое единогласное, нам гостиница не нужна. И все прошло достаточно гладко. А что, если жители в вопросах межжевания сами не могут определиться, сообща, что им нужно? Условно, одни хотят, чтобы там определенный земельный надел включили, там, добавили к их дому, да, потому что они там, может быть, планируют организовать парковку, клумбу, детскую площадку, спортивную, неважно. Другим не нужно, потому что они понимают, что им впоследствии обслуживать эту территорию. Как тогда быть вот в этом вопросе? Ну, вы знаете, это сложная ситуация. Как правило, такая ситуация в жизни не наблюдается, потому что жители, у них всех одни цели и задачи. Конечно, не без этого, но это в меньшей доле. Если это равные, допустим, половина жителей прям хочет, половина жителей не хочет, вот эту ситуацию решить получается. Я думаю, что единственное решение, это, естественно, жителям самим договориться, потому что обратиться им в администрацию, администрация скажет, друзья, если вы не знаете, то мы знаем. Мы сейчас эту территорию включим преддомовую, и вы будете нести ответственность. А нужно и не нужно, потом сами разбирайтесь. Это непосредственная компетенция жителей, эти вопросы, и только жители могут решить. И я думаю, что если не хватает вот компетенции, каких-то аргументов для какой-то стороны, они всегда могут обратиться к общественникам, они всегда могут обратиться к депутатам, которые представляют их интересы в Думе города. Да, я думаю, это будет авторитетное мнение, которое разрешит вот эту ситуацию. Дмитрий, последний вопрос. Как вот межевание территории, определение земельных наделов собственности может упростить, возможно, впоследствии реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, в который Сургут очень активно включился и показал достаточно неплохие результаты по прошлому году? Да, действительно, в прошлом году было несколько таких вот у нас точек притяжения, вот это именно в части программы комфортная городская среда. Безусловно, жители могут претендовать на участие и могут участвовать только если это придомовая территория их, если она стоит на кадастровом учете и принадлежит конкретному многоквартирному дому. Это большой плюс, потому что на условиях софинансирования большую часть средств, конечно, это будут средства бюджета. Меньшую часть средств это жители могут распланировать на какой-то период времени. Договориться с управляющей компанией, которая их также просубсидирует в этой части на какое-то время, прокредитует, скажем так. Дизайн-проект проще составить в конце концов, да? По территории, которые ты знаешь, нужно составлять. Конечно. Ну вы знаете, вот комфортная городская среда, это вот на мой взгляд, вот я как житель, как общественник, очень скептически к ней на самом деле отношусь. Почему? Потому что это большая работа, большие деньги и так далее. Жители тоже в какой-то части должны участвовать в этом. И многие жители не понимают зачем. У нас квартплата высокая, у нас капремонт собирается, у нас другие там какие-то проблемы финансовые есть. Зачем нам в таком объеме, допустим, ремонтировать двор, если мне надо там просто расширить детскую площадку или там поставить вот здесь вот заборчик. И мне удовлетворяет, как бы, у меня зеленая зона и вот все, что с этим связано. Поэтому на сегодняшний день только комфортная городская среда решает вот эти вопросы. Но она большая. Есть минимальный перечень, есть минимальный плюс дополнительный. Можно выбрать минимальный. Ну, минимальный и дополнительный, но он в любом случае достаточно большой. Объемный, да. Вкладывать средства жителям придется достаточно ощутимый, скажем так. Я всегда стараюсь довести до органов власти, если у меня появляется такая возможность где-то высказать свое мнение, чтобы глава города услышал или наши депутаты о том, чтобы все-таки вот эту вот часть вопросов какую-то передать территориальным общественным самоуправлениям, для того, чтобы они могли их решать, опять же, за счет каких-то средств, привлеченных извне, чтобы не ложилось на плечи жителей. На сегодняшний день еще это не реализовано, но основной вектор, конечно, в этом направлении. Если жители и будут участвовать, то они уже не так значимо будут участвовать. Это будет неощутимо. Комфортная городская среда, это все-таки масштабно, это полностью снимается асфальт, это бордюры, это озеленение, это детские площадки. То есть мы понимаем, это многомиллионные затраты, даже в минимальном наборе их. То есть чтобы поставить урны, не надо заявляться? Да, чтобы поставить урны, допустим, да, вот не надо, а вот нет такой возможности. Если вы хотите что-то с территорией делать, это только комфортная городская среда. Это, я считаю, неправильно. Но вы будете продвигать, я так понимаю, вот эту инициативу? Однозначно, эту инициативу я уже продвигаю и буду продвигать ее на региональном уровне, чтобы, может быть, все-таки какие-то рекомендации получить с нашего округа. Как думаете, перспективы позитивные или все-таки нет? Вы знаете, я думаю, что позитивные на фоне того, что сегодня гражданскому обществу уделяется много внимания. У нас год ознаменован, да, как год общественного согласия. Поэтому, я думаю, безусловно, нас должны услышать, тем более заинтересованы в этом как жители, так и органы власти. Дмитрий, большое спасибо. Сегодня в студии программы «Диалог» был Дмитрий Нечипуренко, председатель региональной ассоциации ТОС-Югры. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Дмитрий Нечипуренко, председатель региональной ассоциации ТОС-Югры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...